ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, я еду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь, дорогие друзья, главная интрига нашего вечера. Актрисой года признана... Ника Штерн! Спасибо. Спасибо. Это вам. Спасибо. 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 Я не ожидала, что окажусь на этой сцене. Поэтому я рассматриваю свое признание как победу тех людей, которые со мной работают. Спасибо вам. Я постараюсь соответствовать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И еще, дорогие друзья, скоро в этом зале состоится премьерный показ фильма «Попробуй быть счастливой». И в главной роли Ника Штерн! Добро пожаловать в Зубеград и вас видеть! Все уносили. Привет, Сережа! Здорово! Легко понесли. Несовершеннолетний, да? Еще есть тысячи наученные. Ясно. А чего там у тебя? Обню в платье. Белое платье? Ну, ужас какой. На! Держи, держи. А что ему помешало, тело закопать, а? Охотники прибежали, новая собака. Ну-ка, дай-ка пинцет. Зачем? Да я говорю. Бант? Опачки, ну-ка, дай-ка сюда. А может, пояс, а? Белое платье, красная лента, бедные родители. Ну, что скажешь-то? Слушай, Сереба, кажется, я уже где-то это видел. Ладно, закончишь, ко мне зайдёшь. Ника, ну, прости, я опоздал. Работа. Я поздравляю тебя, доченька. Я всегда знал, что ты лучшая. Спасибо. Не стоило драться. Надо. Зачем ты так с ним? Он тебе не чешой. Он твой отчим. Наташа, пожалуйста, не вмешивайся. Тебя так любят. Маму мою надо было любить. Её нет по его вине. Можно? Заходи. Только ты не кипятись, я понимаю, что не готова, но предварительно что-то можно сказать? Макс, ну ты даёшь. Ну, если коротко, девочку долго держали заперти. В течение всего времени не стязали. И я думаю, что ты прав. Действовал маньяк. Сексуальное насилие. Не, не было. Чай будешь пить? Не, не, спасибо. Ну, а причина смерти? А вот тут, Макс, очень любопытно. Девочка умерла ненасильственной смертью. Остановка сердца. Но это на первый взгляд. Но я подозреваю, её отравили. То есть я имею в виду, что у неё сердце остановилось в результате воздействия какого-то яда. Понимаешь? Ну, а на чём основаны подозрения? Старичок, мастерство не пропью. Кроме того, обнаружил некоторые признаки. Короче, ты не волнуйся, закончу экспертизу, сообщу. Не волнуйся. Я пошёл. Спасибо вам. Приходите на премьеру. Черочка. Ника, подождите. Я бы хотел прочитать вам свои стихи, можно? Простите, пожалуйста, я очень сегодня устала. Давайте после. Всего пять минут, пожалуйста. Для меня это очень важно. Таким ты себя возомнила? Отрыгать быстрых прогонников никто! Олег, поехали. Ника, как ты себя чувствуешь? Ты принимала таблетки? Я не буду их больше принимать. Я хочу сама уметь держать себя в руках. Не трогайте меня! Ника! Эй, полегче! Ты кто такой? Сейчас узнаешь. Ну, ты приехать в чёрт ногу сломит. Вечность пройдёт, пока тут что-то найдёшь. Слышь, Макс, а я ведь вспомнил, где я видел эту ленту. Давай, рассказывай. Семнадцать лет назад у нас было одно громкое дело. Так. Маньяк целый месяц удерживал девочку. Угу. Истязал, пытался отравить, но что-то пошло не так. И она от него сбежала. В полуобмрачном состоянии её нашли у дороги и привезли к нам. Так вот, на ней было точно такое же платье с кровавой лентой. А теперь главное. Эта девочка, актриса Ника Штерн. Приёмная дочь нашего Игнатьева. Полковника. Но тогда он был майор. Мас, ты должен к нему зайти, пообщайся. Он тогда лично расследовал это дело. Я думаю, много вспомнит. Угу. Здравствуйте. Можно? Пойдём пообеду. Это ко мне. Аллилуйя. Заходите. Так вот, пока Нику искали, её мать, жена Игнатьева, умерла от инфаркта. Не перенесла удар. Видел бы ты нашего полковника. Сам не спал, не пил, не ел. Чуть от горя не умер. До сих пор себя винит. А в чём? Дочку не нашёл, жену не уберёг. А Ника у него, это типу пунктика сейчас. Думает, что с ней снова что-нибудь случится. Ходит за ней когтей. А она? Коза ещё-то. Не может простить ему смерть матери. Но уникат нашли. Сидит по полной. Так подожди, Макс, если это тот же Маничило, то что уходит, сидит невиномно, что ли? А? Слушай, погоди, Серёж, у нас, ну, пока непонятно, кроме красной ленты и платья, ничего. Макс, а что годить? Сам говоришь, платье, лента есть? Остановка сердца есть? Сексуального насилия не было. А ты знаешь, это большая редкость. А если ещё яд подтвердится, полный компот старина. Согласен. Пойдём перекусим, а? Да, добрался. Да вон, выгружай вещи. Да у меня немного чё-то. Ты знаешь, здесь заросло всё вообще. Ну, папин дуд дом, он теперь не на окраине. Ты знаешь, здесь раньше забор и дальше поле было. А теперь тут домов понастроили. Мне прям здоровое домище, ага. Да. Ну, конечно, близко. Ну, а что, я же теперь, типа, это, пенсионер, да? Буду писать мемуары. Да, как я провёл это лето, да. А, ну что, ну мы же люди с тобой служивые, правда же? Ага, только конторы разные. Ну вот, я и говорю, одиночество будет как полезно. Всё, давай, не отвлекай, давай, сходи. Здрасте. Что вы тут забыли? Я тут ничего не забыл. Просто, если вы здесь, то я ваш сосед напротив. Я только что приехал, вещи не успел выгиб. Мой сосед умер. А вас, если я здесь ещё раз увижу, вызову полицию. Вам ясно? Ясно. Полицию она вызвает. Может, сразу полицию вызвать? Подозрительный какой-то. А то он человек пошёл на дело с кучей вещей и кем-то там в клетке. Это игуанна. Тем более. Олег, твой рабочий день закончен. Иди к себе. Как скажешь. Если ты уверена, что это реальный сосед, то почему ты так себя ведёшь? Потому что я не хочу ни с кем знакомиться. Я построила этот дом, чтобы никого здесь не видеть. Чтобы никто меня не видел. А когда приезжают родители жертвы? Завтра? Да. Но даже если они тело опознают, всё равно зацепок никаких. Все надежды на след маниконики. Очень всё похоже. Нет, а я тебе говорю, что это только совпадение. Я сам возил этого маньяка Гмызина по всем следственным экспериментам. И здесь ошибки быть не может. Хорошо. Хорошо. Мне всё же с Ника хочется поговорить. Нет. Нет. Она до сих пор ничего не помнит. Только в себя приходить начала. Ладно. Тогда съезжай к этому Гмызину. К счастью, колония недалеко. Вот это правильно. Поезжай. Но сначала опознание проведёшь. Да, понимаю, трудно, но необходимо. Конечно. Разрешите идти? Иди. Сценарий. Сценарий. Главная роль читай внимательно. Окей? Нейролептики. Посмотри на меня. Нельзя резко бросать. Могут быть последствия. Агрессия. Психоз. Так врач сказала. А я повторяю. Я не буду их больше пить. Ты знаешь, какая там побочка? Бесплодие. А я в перспективе детей хочу. Потерпите меня. Психолог. 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 Тихо. Пожалею, что привлекаю ваше внимание столь нелебезным образом. Мадемуазель. Пройдемте в дом. Сыгропля. Осторожненько. Садитесь, дорогая Ника. Я не причиню вам зла, обещаю. Я не могу обещать. Нож на пол. Лег. Лег. Руки за спину. Ого. С паспортом пришел. Образцовый преступник. Классический идиот. Званцев Тимофей Михайлович. Я не преступник. Я могу все объяснить. Я люблю вас. Уже давно. Кажется, у нас все ваши мероприятия. А вы и пяти минут уделить мне не можете. Вот я и разлился. Ничего, ничего. Не злитесь. В полицию уделят. Будьте добры. Берите, пожалуйста, 102. Не буду. Читайте свои стихи. Давайте. Стихи читайте, говорят. И сейчас. Я не в форме. А что ж так? Ну тогда до премьеры. Я не понял. У вас что тут? Аттракцион «Неслыханная щедрость»? Мне его что отпускать что ли? А что с ним делать? Нет, ну я не знаю. Вот это мой трофей. Встаем. Медленно, спокойно, тихо. Встал, я сказал! Встал, клоун! Пошел вон отсюда! Пошел вон, я сказал! Шуруй отсюда! Еще раз тебя здесь увижу устрою пункт переливания крови! Ты меня любишь? Конечно. Давай расскажем Нике о нас? Что мы прячемся, как дети? Нет уж. Я не хочу из-за этого потерять работу. Меня все устраивает. Роль мужа Ники моя лучшая роль. Нефтятор же у него возвращаться на копейки. Я тоже люблю Нику. Она мне, кроме всего прочего, еще и племянница. Но каждый должен жить своей жизнью, а не чужой. Выставь уже эту тему. Во! Вокруг меня вечно всякие лепреконцы пасутся. Ну, чтобы вот такое-то впервые. Я сама не понимаю, как я справилась. Просто вы умеете концентрироваться. Нет. А можно мне? Здесь. Я не умею как раз. Вы-то как здесь на мое счастье оказались. На ваше счастье. Из другого. На ваше счастье, я поздно ложусь. Все. Ну, не спалось. Смотрел в окно. Увидел этого клона. А дальше сработали. Профессиональные навыки. Рефлексы, что ли? Профессиональные. Я полицейский. Ну, был полицейский мой. В общем, так получилось. Арестовал одного мальчика. Он оказался сыном чиновника такого, знаете, крупного. Неприкасаемого. Ну и все закрутилось как-то вот. Раз уже на пенсии. Чудо? Да. Тут у вас по соседству отец мой жил. Вы, наверное, не помните. А теперь вот я. Меня, кстати, Петр зовут. Я Ника. Ника. Очень приятно. Очень приятно. Ну, за знакомство. За знакомство. Вот так. Вы не волнуйтесь, так он успокоится. Правда, он тут больше не появится. Мы с ним поговорили, я им все объяснил, так что нет. Вы мой спаситель. Да ладно, бросьте. Ну, вы, если что, обращайтесь. Да, я всегда. Правда. А знаете, Ника, что у вас в заборе есть дыра? Нет. Есть? Не может быть. Правда? Там забор отошел, а как бы. Да вы не подумайте. Это просто тоже профессиональные науки. Обходил периметр и увидел. Рефлексы. Рефлексы. Вот, да, сработали. Рефлексы. Петр, вы простите меня, пожалуйста, за сегодняшнее. Я была не права. И у меня просто в жизни столько все происходит, я, что я все время в какой-то обороне нахожусь. Знаете что, давайте за оборону. За оборону. Да. Фух. Угу. Хорошая. Угу. Это тебе. Нет. Нет. Черт. Тварь неблагодарная. Так, ну что, опознали? Нет, не их, это ребенок. Так, теперь маньяк Ники, это моя единственная зацепка. Поеду пообщаться с этим Гмызиным. Колония, дежурный Павлов слушает. День добрый, это следователь Луканин вас беспокоит. Я оставлял запрос по поводу заключенного Гмызина. Через пару часов могу подъехать. Осужденный Гмызин сегодня утром скоропостижно скончался. Что? А, а как это могло? Я сейчас, мы вышли постановление на экспертизу тела. Да мы уже и сами отправили. Но вообще-то это несчастный случай. Гмызин подавился за завтраком. В присутствии всей колонии. Хорошо. Тогда я результатов буду ждать. Спасибо. Что случилось? Игнать, вы себя? Да. Что-то неладное, что-то неладное. Вот так. Вот ты молодец. Да, Романов, без приключений тебе не жить. Симпатичный хоть. Кто? Ну, соседка, который ты ночью спасал. А, да, очень, да. Слушай, прикинь, она, как-то, актриса. Знаешь, как их зовут? Ника Штерн. Да ладно? Угу. Моя Аленка ее обожает. Говорит, она, женщина-загадка. А я же не знаю, я это не видел ее раньше. Знаешь, она такая странность. Кушай, малыш. Это я не тебе. Короче, у нее на руках, я случайно увидел, такие шрамы мелкие на обеих. Ну, странно как-то. Только ты Аленке не говори, не расстраивай. Давай, маленький, кушай. Вот тебе и загадка. Погоди, а ты уверен, что это фанат был, а не маньяк какой? Я вообще сам думаю. Может, это я тебе скину, фоткаю его паспорта. Пробьешь для меня? В обмен на автограф для дочки. Договорились. Все по поводу самой этой Ники. Что-то мне чутье подсказывает, что с прошлым у нее, ну, в общем, бэкграунд какой-то. Мягко говоря. А чутье он уже, ты знаешь, не подводит. Может, посмотришь там по своему каналу, ну, так чисто для меня. Намек понял, сообщу. Знаешь, а я рад, что она старого холостяка зацепила. Да вот. С такой не закиснешь. Ладно, давай, мне надо зверь кормить. Кушай. Давай, иди сюда кушай, Лука. Лука. О, ты маленький, ты любишь бананы. Умер. Скоропостижно. Ну, говорят, случайность, подавился за завтраком. Может, жду результатов экспертизы. Значит так, Максим. Если, если Гмызину помогли умереть, с этой секунды, с этого момента, все детали дела обсуждаешь только со мной. Подтверди, что ты понял. Понял, товарищ полковник. Ну, а теперь ты мне с Никой позвольте поговорить? Нет. Кого угодно допрашивай, только не я. Все, иди. Иди. Никачка, Никачка, чуть-чуть подальше. Так, стоп, стоп. Так, нормально? Годится-то. Еще раз. Сначала целиком сцену, пожалуйста. Тишина, начали. К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я раньше жила в другом городе, и в жизни Ники появилась уже после тех событий. Ну, во всяком случае, спасибо, что согласились встретиться. Без за что. Да, у меня к вам маленькая просьба будет. Да. Я думаю, что Ники пока лучше не знать о нашем разговоре. Ну, то, что произошло, это, скорее всего, совпадение. Я со всей ответственностью заявляю, что сегодня вечером обо всем ей расскажу. А зачем? Мы лишь отрабатываем инверсию, она будет нервничать. А если маньяк на свободе и может появиться в любую минуту, Ника должна быть готова. Вот зачем. Извините, мне некогда с вами разговаривать. Следы на теле, одежда, способ насилия, все как у тебя. Только ты выжила, а девочка... Если найден похожий труп, значит, 15 лет назад посадили невиновного человека, а настоящий маньяк, он гуляет на свободе. Да не факт, может, просто совпадение. Ты мне говоришь это? Это просто версия. Следователь сказал, просто версия. Пока я рядом с тобой ничего не случится, обещаю. Давай я переберусь в твой дом для безопасности. Олег, переберись в свой дом для безопасности. Ника, стой. Ника, стой. Почему ты к нему так пренебрежительна? Ужить тебе так... Может, мне за тебя обидно. Он мизинца твоего не стоит. Саша, посиди со мной. Вчера в дом проник фаната с ножом. Я его отпустила. И теперь я думаю, вдруг это был маньяк. Какой фанат, что ты придумываешь? Я бы его услышала. Где? Постелива Олега. Все, прости, не касается. Прости. Это все глюки. А может, ты перестала принимать таблетки? Пожалуйста, я тебя очень прошу. Хватит делать из меня сумасшедшую. Вообще не знаю, чем бы это закончилось, если бы не сосед. Какой сосед? А потом мне еще знаешь, что приснилось. А может, и не приснилось. Короче, я кое-что вспомнила. Что именно? Будто я в белом кружевном платье. У меня красный пояс. Заходит мужчина и бьет меня. Да? Так следователь сказал. Ой. Не думай об этом. Не думай об этом. И перестанем ходить за ворота. Одна. Хорошо. Особенно ночью. Ладно. Спокойно. Пока. Не уключай, Свет, ладно? Стоп. Стоп. Снято. Переходим к следующей сцене. Так, девочки, переодеваться. У вас пять минут. Ника носит определенные платья. А какие? Райдеры надо читать. Ника! 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 Странный психоз. Никогда б не подумал, что за Никой такое водится. Да? А я вот знаю, что за Никой водится и не такое. Оставь. Он помогает мне расслабиться. Вот что тебе поможет. Сделать так, как велел врач. А я говорю. Нету. Вместо того, чтобы напиваться, лучше позвони отцу. Расспроси про маньяка. А он мне не отец. Про маньяка. А вот это результаты следственного эксперимента Гмызина. Давай наслаждайся. Ника, привет. Мне нужна информация по этому делу. Слушай, доченька, ну не забивай ты голову. К тебе это вообще не относится. Не относится. Однако ты сразу понял, о чем я говорю. Я уверяю тебя, тебе ничто не угрожает. А следователь отрабатывал совсем другое преступление. Спи спокойно, дочка. И не забывай про лекарства, потому что тебе они очень помогают. Спи спокойно. Надпись в мою могилу готовит. Спи спокойно. Никого он искать не будет. Все будет как в прошлый раз. Пойдешь, в прошлый раз. Я тебя просил, не лезь к моей дочери. В сотый раз, повторяю. Это совсем другой маньяк. Я же не к ней. Ну, вы же сами разрешили. Допрашивай всех, кроме Ники. Ну, и что, получил ценную информацию? Ладно. Прости, я сам ничего не понимаю. Может, ты на место преступления съездишь? Вдруг пропустили что-нибудь. Да я и сам хотел, Павел Иванович. Надо поторопиться, а то скорость темнеет. Я с собой Рома возьму. Ну, это псина моя. Знаете, у нее никакой? А, ну, отлично. Фантастика. О, на ловца и зверь бежит. Че тебе? Держи. Протокол вскрытия Гмызина. Уже пришел, и че там? Отравили, как и девочку. Я тот же, тубок урарин. Как в фильме, уже совсем. А я говорил, связаны эти дела. Слушай, я сейчас на место преступления, уже и так поздновато. А мне еще сзабах изъезжать. Давай завтра обсудим. Годится. Ваше слово. А так, отлука. Наша королева-то, оказывается, есть король. Мы с тобой одни, бедный рыцарь с драконом. Да, ты кушай, кушай. Сема, здорова. Привет, я в зоопарке, поэтому сразу по делу, окей? Валяй. Сначала про фаната. Этот человек не Тимофей. Фото вклеено в краденый паспорт. А, черт. Ты прибереги эмоции, дружище. Они тебе сейчас понадобятся. Давай. Че еще-то? Еще семнадцать лет назад твою Нику похитил маньяк. Но она сбежала. Пришла вся избитая, не в себе. Но не это самое главное. Интересно, что она была одета в белое платье, кружевное, с красным поясом. Ничего себе. Мать моя, это что же она пережила? А вот это неизвестно. Как следует из материала дела, Ника ничего не помнит. Но сексуального насилия, кстати, не было. Ага. А этого маньяка нашли? Нашли. А теперь вишенка на торт. Внимание. Несколько дней назад был найден труп девочки. Кстати, в таком же платье. А осужденный по делу Никки маньяк умер, но в тюрьме. Погоди. Может, ты тогда еще знаешь, кто убил? Ну, девочку-то. А то, может, так получится, что я вчера маньяка подпустил? Да не, навряд ли. Но за Никой я бы приглядел на твоем месте. Мне, кстати, обещали номер следователя, который ведет это дело. Так, сейчас я тебе дам. А, Максим Луканин. Я тебе скину сейчас. Луканин, Луканин. А, спасибо, давай. Луканин. А так, Лука. Лука. Руна, ко мне. Руна, иди сюда. Руна, давай, нюхай. Вот так. Ну, пошли. Руна. Руна, нам туда. Руна, ты слышишь? Вот до тебя там искали. Думаешь, умнее всех, что ли? Руна. Я смотрю, ты легких путей-то не ищешь. Руна, я там ногу вообще-то могу сломать. Руна. Руна. Чуть-чуть-чуть. Пробу, молодец. Чуть-чуть-чуть. Ожел. Ты посмотри, Рун, такое ощущение, что калитка постоянно кто-то пользуется. Ты как думаешь, а? Рун, а? Тихо, тихо, Руна! Тихо, 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 тихо! Руна, тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, Руна, тихо! Все, все, ушли, ушли! Все, Руна, давай, с Богом, пошли! Руна, вперед! Ну что, давай купаться, что ли? Вот так вот! Ой! Кто-то кому-то приготовил подарок? Наташ! Я посмотрю! Черт! Ника, Ника! Ника! Это я, это я, я, я Петр, помните? Петр? Да. Помню. Вы опять меня спасли? Да это я просто начал, а я остановиться не могу. Теперь, пожалуйста. Давайте, давайте, могу. О, господи! Нашла заваленку! Я просто услышал и прибежал, но я... Спасибо! Пойдем, я тебе чай заварила. Руна! 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 Сейчас, смотри! Ну вот, хоть убей дом, мне не кажется, заброшенным. Были здесь люди. Тихо, Руна! Тихо! Мне вроде никого показалось. Ну что, не согласна? А? Ты смотри! Снова эта красная лента. Руна, пойдем домой. А то скоро стемнеет, а мы здесь с тобой застрять можем. А сюда завтра с тобой группу вызовем. Пошли. Руна, вперед! Руна, вперед! Руна, вперед, вперед! Руна! 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 Да кому я там понадобился-то? Да, Луканин слушает. Алло, говорите! Здрасте, это Петр Романов. Я бы хотел с вами встретиться по делу Ники Штерн. У меня есть некая информация, вам будет интересно? Я через два часа буду езжать по Симферопольке в город. Можем договориться. Можно прямо перед въездом в город, там в парке стоянка, если вы знаете, да? Удобно? Да, удобно. Тогда я номер машины по СМС скину. До встречи. Ты не должна этого делать сама, это опасно. Ника, ну правда, они полицейские, ты актриса, пусть каждый занимается своим делом. Я прошу тебя довериться профессионалам. В прошлый раз, когда я доверилась профессионалам, вы помните, чем это кончилось? Откройте мне машину. Хорошо, давай позвоним отцу. Либо я нахожу маньяка, либо он меня. И чтобы победить, мне нужна помощь. Откройте мне машину. Я уже устал себя предлагать. Устал, Олег? Иди, отдохни. Добрый вечер. Я, конечно, дико извиняюсь за столь поздний визит. Я просто случайно слышал ваш тихий разговор. В общем, я готов себя предложить. Ну, если вы, конечно, не против. Ну, вот так вот, да. Спасибо вам большое за помощь. Вы себе не представляете, как она мне сейчас нужна. Вы мой ангел-хранитель. Да уж, это рыцарь с драконом. Почему с драконом? Игуаном. Какая забота. Лука. Слушайте, это Луканина машина. Надо проверить. Я с ним побоюсь прямо разговаривать. Мой отчим всех запугал. Ничего, прорвемся. Только мне что-то не нравится. Осторожней, осторожней. Он что, теплый? Быстро звони своему отчиму. Звони, звони. Давай. Да, это я. Завтра дашь показания. У Васи ее, я сказал. Сейчас же мы уже выехали. Хорошо. Так. Отаковы вскрытия. Так, а это что? Вый-ка. Пошли. Вый-ка. Так, а это что? Продолжение следует...